Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей, с вами Бутылкус И вот не могу не поделиться приятной новостью Я, ну, насколько я вижу, завершил концепт, собственно, интерфейса Татьяны Это система умного дома, которую я проектирую Это обертка для скрипта, который будет сообщаться с базой данных всех устройств, которые подключены к Raspberry Pi То есть это не сама Татьяна, никоим образом, это всего-навсего шаблон для системы управления, написанной на PHP, то есть веб-интерфейс Это всего лишь шаблон, но шаблон сделан в виде практически мобильного приложения То есть вот сейчас это выглядит так, как оно вот выглядит, то есть на экране самого обычного браузера У нас поле разделено на 4 части, по большому счету Именно на 4, да, несмотря на то, что видим их 3, на самом деле их 4 Итак, в первой части, вот в этом квадрате, прямоугольнике, мы видим базовую информацию о системе, которую, в принципе, нормальный человек, наверное, смотрит каждое утро, условно То есть, ну, в работе уже это не принципиально, это можно перенести куда-нибудь вниз, вот сюда, в футер То есть, куда обычные лепят всяческие копирайты, но вот тут такая полезная информация, в принципе, может выводиться Самое главное, что здесь будет текущее время и дата Может быть даже какой-то микрокалендарик вставить, не просто вот такой вот строкой Ну, то есть чуть больше И, например, связать его с документами Google И не документами Google, а календарем Google Экспортировать из него периодически Точнее, импортировать из него периодически файлы календаря Они имеют стандартный формат, распарсить их, ну, как два пальца об асфальт Далее Температура дома Ну, вот этот шаблон будет, как сказать, шаблон строка, такой маркер Он будет заменяться датчиком Ну, данными датчика температуры Это берется из базы данных И, соответственно, второй датчик температуры, который можно за окно повесить Так, на этом, в принципе, все То есть, это такая базовая обстановка в доме Но, опять же, сюда же вместо календаря, например Можно поместить, ну, например, текущий снимок с камеры наблюдения Почему бы и нет? Ну, в принципе, это возможно Наличие интернет-канала Обязательно и И весьма требовательно к пропускной способности для того, чтобы вставить сюда видео Поэтому, наверное, мгновенно было бы разумно загружать только текущую фотографию Что там сейчас вообще Или Или фотографию, сделанную системой оповещения и системой охраны Но это чуть далее То есть, последняя фотография, которая чем-то отличается от других Ну, то есть, такая система, так сказать, видеообнаружения Итак, далее Собственно, менюшка Самая обыкновенная менюшка, которая работает одновременно и кликом И на тач-скринах будет отрабатывать отлично Как видите, правое поле Ну, вот, в общем, с меню-то все понятно Причем меню немножечко меняет свой вид В зависимости от разрешения Опять же, сейчас покажу Итак, основное поле Оно имеет всегда заголовок То есть, где, что это за раздел Собственно, небольшое описание Ну, тут понятно Здесь просто кнопки-выключатели различные Ну, у меня здесь все забито люстрами в зале Ну, почти и ванная Толкан Резетки в зале Ну, то есть, понимаете, да Кухня, прихожая и так далее То есть, здесь может быть любое количество устройств В управлении Которыми осуществляется тупо вкл-выкл Ну, условно, свет, собственно Люстра в зале, пожалуйста Или люстра в зале Половина Люстра в зале на полную И все, собственно И мы включаем-выключаем Вот Каждый тумблер, все У нас в половину лампочек горит Вся люстра горит Отключаем этот выключатель Горит только вторая половина Лампочек Выключаем второй Все, тишина и покой Спокойной ночи Ну, и, соответственно На каждое такое устройство Можно вешать То есть, по факту Это просто кнопки управления реле Это все будет обрабатываться PHP и меняться Тумблер двигается, разумеется Не анимировано, к сожалению Вот как-то вот с анимацией Что-то у меня не пошло Но вот Налету это все без перезагрузки Будет красиво показываться Вот Все просто Это меню управления То есть, такой Самый базовый экран То есть, куда мы всегда попадаем Кстати, зараза Картиночку запретить двигать Но не принципиально Планирование Здесь было страшное У меня такая, да Вот, написано Что она будет уж точно Лучше старое Здесь было тупо Текстовое окно С прямым Таким вот Классическим Ручной правкой конфига Скажем так То есть, там Задавалось Вне человека Понятном виде С строками Планировка То есть, условно 17 Больше Время Меньше Время Вот так вот это выглядело То есть Пин Когда включить И когда выключить Вот так выглядит план Ну, по факту Включить формат самого плана Но его можно распарсивать И, соответственно, нужно как-то Это в форме применять Тут, собственно, тоже Все понятно Нажимаем назад К управлению И Возвращаемся К управлению И во всех разделах Есть такие кнопки И Возвращаемся к управлению То есть, если мы потерялись И это важно Несмотря на то, что у нас Меню здесь Сейчас вы тоже увидите Что на самом деле Оно Непринципиально Ну, вот, давайте покажу Оп Скрылось меню Допустим Перевернут экран В вертикальное положение Там Мобильный телефон С небольшим разрешением Ну, то есть Как с небольшим Здесь минимально Нужно 480 По горизонтали То есть, если бы мы держим Телефон Как обычный телефон Когда вертикаль Значительно больше Горизонтали Вот 480 Хотя бы То есть, какие-нибудь Стандартные 800 на 480 Ну, уж Как сказать Стандартные Так или иначе Будет выглядеть именно так Чпок Щелкаем на Соответствующую кнопочку Слайдером у нас Выезжает менюшечка Здесь бы, конечно Было бы неплохо Добавить функцию Для тачскринов Просто вытащить И тогда Эта страница Превращается Собственно Фактически В полноценное Мобильное приложение И нет необходимости Какие-то отдельные Приложения писать В любом браузере Будет работать одинаково Вот зачем это было сделано Красота Как раз И, соответственно Мы видим, что Изменилось немножечко Меню Оно стало чуть меньше Для экранов Чуть пошире Оно тоже изменяется Оно превращается Вот в такое Оно Заужается Несколько И Пиктограммики перемещаются Это сделано для того Чтобы тут вот На более широких экранах Все меню влезало И Не было необходимости Отображать вот эту вот Картиночку Когда И так удобно читаемо Как мы видим От большого Практически Ничем не отличается Только чисто косметически Вот так Возвращаемся в большой То есть Все абсолютно то же самое Все элементы На своих местах Только пиктограммики Переместились Ну и, соответственно Увеличился шрифт Вот и все И, соответственно Далее Что творилось в доме Здесь Лог Файлы Также Они имеются В нечеловекопонятном виде Но, опять же Парсер уже готов Он уже написан И выводит Все очень красиво Ну, то есть Как парсер Все просто В нормальный вид Переводится Собственно строка То есть Картиночка Вот в данном случае Тут я все описал Сам для себя На всякий случай Чтобы не забыть То есть Условно Какая-то красная лампочка Или красный Проблесковый маячок Возможно Даже гифка анимированная Это не принципиально То есть Что произошло То есть Какая-то тревога Такой сигнал Тревоги Пиктограммка По инфракрасному датчику Ну, скажем По датчику Хола Или, например По лазерному Дальномеру Или там Просто инфракрасному Дальномеру Что дверь Открылась Вот так вот Открылась она В некоторое время Там С точностью До секунды И даже Миллисекунды Можно записать Далее Что у нас Появилась фотография Камера наблюдения Сделала фотографию В это же мгновение В это же мгновение Значочек Опять же Блокировки Что у нас Заблокирована Заблокирована Входная дверь В этот же момент Блокировка Каким-нибудь серваком Простым Осуществляется Ну, в смысле Сервоприводом, например В самой двери Можно врезать Без проблем Которую Скажем Такой Банковская система Просто Дикие Дикие Гигантские Щеколды Забивает В В коробку И все И невозможно Уже открыть Там В квартире Ну, во всяком случае Через 5 минут Не выберешься А главное Что за эти 5 минут Происходит следующее Система может позвонить Ну, это правда Тут уже надо будет Заморачиваться Какой-то отдельный Модуль Для Не то, что GPS GPS А, короче Полноценный Телефонный Модуль Но Тем не менее Это возможно Все это есть И Даже Ардуино Такие вот Дряхленькие Штучки За там 300 рублей Они умеют Уже давным-давно Пользоваться Мобильными сетями В любом случае Поскольку система Непрерывно подключена К интернету Отправляется Имейл На заданный ящик Хозяин Сразу же В этом имейле Получает Приоттаченную Фотографию С камеры Видеонаблюдения И Соответственно Дальше Ну, это я для себя Написал Такой Дальнейший сценарий Угарный Ну и скажем Там Через Ну там 15 минут Происходит Разблокировка Ну опять же Пиктограммка Разблокировки По мастер-ключу Аэрфит То есть Ну условно Хозяин пришел домой Разумеется С правоохранителями Вот Ну и соответственно Видеокамера Все это снимает Ну Либо серии фотографий Либо напрямую Видеоролик снимается Ну Все время Пока Работает Тревога Тревога Собственно Наверное Имеет смысл Выключать По аэрфит Ключу Ну это Это Незначительные Незначительные мелочи Подробности Это все можно продумать И Две-три строки Добавить В саму Татьяну Так вот И соответственно У вас готовый ролик С задержанием Форточника Во как Вот что Вот на что Способна Татьяна Буквально Из коробки Прикиньте Ну это все Нужно просто связать Разумеется Я буду Экспериментировать Со всем этим Инфракрасные датчики Ко мне едут Эрфит Я не стал заказывать Там и так далее Но вот По крайней мере У меня есть веб-камера И не одна Ну это Опять же Не принципиально Попробую сделать Просто систему Оповещения По имейлу С Эрфит датчиком И фотографиями Это одновременно Очень здорово Будет освоить Следите за Изменениями На На канале На ютубе Будем это все Разумеется Постигать В рамках Моего Самообучения У всех на глазах Скажем так Причем я уже Находил необходимые Мануалы Я так Фильтрую Фильтрую Я стараюсь Прям активно Развивать систему Ну и сервис Тут когда Тут опять же Оптайм Когда это все Случилось Ну когда Система была Запущена Ну такая Вот то что Удастся Извлечь Из самой Системы Средствами PHP Ну или там Экзеком Или каким-нибудь Как он СНМП Протоколом Через Демон Ну это же Сам себе Сервер То есть Он сам себя Мониторит В состоянии То есть Что угодно Сюда можно Подключить Тот же Какти Или Даже какой-нибудь Простой Веблоганалайзер Ну например Который будет Сервера Апачу например Мониторить Или что-нибудь Такое Вот Вот так вот Ну и далее В такой футер Это я для себя Так чисто по приколу Написал Но тем не менее Ребят Если вы уже Сейчас возьметесь С гитхаба Вот готовый Исходный код Он уже рабочий Просто он Не имеет Вот такого интерфейса Там веб-интерфейс Без авторизации Старый Можете посмотреть На гитхабе Все есть Ребят И в том виде Вот в котором Оно сейчас выложено Там на гитхабе Оно проработало Успешно Абсолютно Проработало Три месяца В тестировом Емом Мной режиме В том числе И с 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 Все есть Немножечко Человекопонятнее Надо переписать Серверную часть Ну То есть Там Опять же Все готово Просто Прокомментировать Нормально код И нормально Встроить Вот этот JavaScript Который Обеспечивает Бесперезагрузочное Функционирование Все С С С С вот такие дела друзья мои вот такая красота вот почему-то мне захотелось вам об этом рассказать ну согласитесь это очень красиво получается все это все это уже работает ну и разумеется вот в группе вконтакте я скидывал своеобразное письмо прямо сейчас проходит нагрузочный тест то есть заходите смотрите что там сейчас там в общем то одна статичная страничка расписанная якобы от лица моей разбери пи походу татьяна обретает разум свой собственный искусственный интеллект вот но кстати кстати очень забавно было бы опять же это избавляет вот смотрите с какой скоростью можно развивать систему как я уже о событиях говорил вовсе не обязательно по имейлу даже писать по звонку и так далее достаточно просто создать бота примитивнейшего бота для вконтакте или официально приложение вконтакте но бота такого своеобразного который собственно будет это постить все в социальные сети сразу и ему например можно будет в приват написать там как какая погода в доме причем да вот используя стандартное приложение например вконтакте что там с погодой и в ответ система сама генерирует ответ такой нормальный человеческий привет дорогой все там все в порядке то есть реально такой вот не сразу поймешь что с тобой будет говорить твой собственный дом вот но собственно поэтому им и вот в заголовочке то и вынесли на татьяна дома ну то есть татьяна работает и кстати да у татьяны выходной можно написать и подсветить красным как как вот 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 эти заголовки подсветить красным что так вот интеллектуально позволяет определить что например у татьяны выходной то есть что-то случилось со скриптом бежим в сервис срочно смотрим работает ли вот если татьяна в дереве процессов если нет то допустим экзек перезагрузка демона правда трута это надо делать ну не принципиально это все можно сделать ну или элементарный суду ребут во как то есть прям пык срочно перезагрузить систему и все и ничего страшного не произойдет буквально через там 15-20 секунд в зависимости от класса флеш-карты система возвращается в полностью рабочее состояние во как вот так будет функционировать татьяна ребят причем большая часть всего это уже написано представляете да да все есть я серьезно ноги на гитхабе проект лежит ребят то есть прямо сейчас вот это все работает ну все почти все кроме вот датчиков нет камера не подключена но все это будет добавлено это будет добавлено все это будет опциональным представляете вот так вот ребят умный дом буквально дарю всем это бесплатно однако однако есть в планах да хочу я мутить вот такую вот реальную систему ну не коммерческую но брать деньги за обслуживание некоммерческой системы не зазорно то есть настоящий заработок на поддержке пансурсного решения причем полностью пансурсного представляете и что важно что важно это в том числе не требует денег абсолютно даже за сервер потому что это все работает через тор авторизация сюда будет прикручена в каком виде не знаю этому с александром или может быть кто-то из вас тоже решит присоединиться к группе разработчиков данной системы но в первую очередь веб интерфейс интересует потому что несмотря на то что я достаточно большое количество времени проработал в трех серьезных компаниях занимающихся оптимизацией сайтов разработкой сайтов рекламой сайтов в общем по сути делает интернет делали делают я в общем делал то что вы видите в сети интернет ну вот 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 чем заключалась том числе моя работа то есть представляете вот настолько качественно разработанный сайт вот если рассматривать это как сайт с точки зрения оптимизатора здесь все идеально у нас есть заголовки у нас есть подзаголовки вот эти а нет тут я блин под заголовок удалил ну вот можно сделать вот это под заголовком что это последний xxx событий и дальше это я так для себя строки посмотреть как тут ткп обрабатывался все красиво отформатируется все прекрасно но здесь на самом деле будет табличный вывод такой бодным как бы псевдо табличный вывод самой таблицы то здесь не будет вот и все это главное прекрасно может распознаваться поисковыми системами хотя это нахрен не надо все это стандартизованы и может быть помещено в шаблон полностью потому что на самом деле это статичный html файл сейчас и по факту это всегда будет статичным html файлом и это все можно обернуть в шаблонизированную систему и все что остается делать для настройки непосредственно и непосредственно php бэкэнда именно бэкэнда то есть серверной части достаточно будет просто менять название шаблона и все то есть у всех желающих появляется возможность абсолютно полностью свой шаблон сделать какой угодно он может быть любым абсолютно хоть и многостраничным здесь вся фишка сводится только к одному что есть определенные стандартные я вас крипты которые обязаны работать с определенными айдишниками но это значительно легче чем например создать шаблон для wordpress хотя и даже это способен сделать любой практический никейщик ну я же сделал себе шаблон вот в моем блоге все есть это будет вот вот для этого шаблон написать значительно легче как видите здесь вся фишка будет заключаться только в замене подстрок то есть какой-нибудь прегреплей все вот они шаблоны уже готовы они прописаны вставляете вот так вот все очень просто вот такой вот хочу поделиться вот реально руки чешутся несмотря на то что я как-то это не анонсировал но вот считайте что это анонсировал вот так вот друзья мои если хотите вот все ссылки в описании свяжитесь со мной в личку долбиться нет смысла но если вы проситесь в друзья вы напишите что я хочу помочь я программист то есть ну ребят действительно вот как от какого-то и никейщика ну толку-то много не будет соизмеряйте свои силы если вы действительно хотите помочь вы должны уделять этому достаточное количество времени то есть вот сейчас время 6 утра мне в два часа вставать на работу сейчас пойду спать вот и вот представляете вот в таком вот режиме возможно вам тоже придется некоторое время трудиться но большинстве случаев это работа разовая это open source друзья мои то есть любой может присоединиться пожалуйста также будет добавлен авторы согласно требованиям лицензии gpl вы внесли какие-то правки вы добавили какие-то какой-то функционал разумеется вы соавтор все то есть вот вам для портфолио прикиньте какая фишечка будет даже если вы вот скажем студент будущий программист почему нет вот можно прийти показать преподавателю вот смотрите это написал меня но вот здесь есть такой функционал вот кликаем на кнопочку и так и она меняет свое положение и при этом на сервере вот посмотрите там еще что произошло по фотографии например можете проверить у себя в телефоне как это работает вот вам нравится вам нравится профессор поставьте мне 5 отличный же повод согласитесь вот в качестве курсача такое бы сошло уже блин почему я не пошел а ведь я шел ах ладно хотя по моему я уже рассказывал что я зря забрал документы с радиотехники я проходил не ведь я был бы просто великолепен если бы освоил радиотехнику именно тогда то есть да представьте себе вот 15 лет назад я хотел заниматься радиотехникой я и занимался блять и я занимаюсь и сейчас вот так вот все как у гегеля все по спирали то есть подождите сейчас радиотехника до следом у меня шло из таких извлечений из хобби которые переросли потом нечто большее повлияли на мою жизнь потом опять музыка что ли нет музыку я больше писать не хочу играть нигде не хочу хотя с друзьями кстати да басист барабанщики есть а я на гитаре рубай и все мы поем можно пиздатые трио создать да еще лёсик на гармошке губной жарит может быть сессионным музыкантом вот так вот да ну ладно что-то я размечтался длинный ролик выходит но вот смотрите какую штуку я вот придумал не то что похвастаться но реально нужна ваша помощь ребят серьезно если если можете вступайте в группу пишите там какие-то советы и рекомендации там динар байсупов подкинул идею что можно добавить не в события скажем а в сервисе нет именно в событиях формате лога также можно вот из лога выдергивать например сколько времени работали лампы за последний год прикиньте вот и можно посмотреть сколько электричества вы нажгли например ну или сколько сколько по времени вы просрали что-то в общем для этого уже понадобится база данных для этого нужен нормальный программист то есть вот-вот-вот понимаете я с базами данных пока не очень дружу но при этом все работает прикиньте да в том числе и логирование там что к чему связь на файлах релятивная база данных вот так вот прикиньте да файловая релятивная база данных нифига себе причем кросс приложенческая php одновременно ее обрабатывают и питон вот как а еще и shell ну не шелла как сама система через не не через не через скрипты как же это не через шелл скрипты а демонами собственными то есть татьяна еще и демонизирована да он так вот вот в общем что все что я хотел рассказать это вот так и конечно анимация анимация эти сайтис аниматис красота вот здорово а главное что если нажимать f11 мы получаем полноценное приложение практически но разве что вот сайт скроллер кстати скроллер можно скрыть а чего я в самом деле туплю надо это добавить скроллер раскрывается вот видите польза такого публичного то есть когда происходит вот так скроллер можно скрывать если у нас ну если происходит вот так то есть в css прописываем если у нас отображается в мобильном виде то есть вот в таком скролл бар скрывается потому что нафиг не нужен скролл баром на тач устройствах никто не пользуется ну и браузер вот в такой ширине никто запускать не будет никогда ну если это только не совсем адский старый ноутбук а да и то у которого 600 хотя бы хотя бы 600 пихили по горизонтали и вот так будет уже 640 до 640 на 480 уже приведет вот к этому виду то есть вот вот так вот ну вот все на этом заканчиваю всем спасибо за внимание вступайте в группу новые ролики совсем скоро это вот я еще до того как они опубликованы но уже давно записаны и выложены они публикуются автоматически спасибо всем за внимание вступайте в группу и подписывайтесь на канал я буду счастлив сотрудничать с вами давайте реально замутим какую-то крутую движуху open source всем пока аналитет ну вы у у э вы вы вы